Друзья, я хочу вам напомнить, что именно казахстанский певец Димаш Кудайберген признан самым красивым мужчиной в Азии. В онлайн-голосовании, которое проходило на сайте kingchoice, Димаш Кудайберген набрал около 9 миллионов 400 тысяч голосов. На втором месте расположился солист южнокорейской группы BTS Ким Сак-Джин с 8 миллионами 200 тысячами голосов. Мы живем в Соединенных Штатах Америки и мы стали интересоваться, как в Америке происходит выбор самого красивого мужчины. Американский сайт Top Beauty World ежегодно составляет рейтинг самых красивых женщин и самых красивых мужчин в мире. Кто же входит в топ-10 самых красивых мужчин в мире в 2021 году? Первое место занимает не Крейг Дэниел из Бондианы об агенте 007 Джеймсе Бонди. Вы удивитесь, но самый красивый мужчина оказался Роберт Паттинсон. Голливудский актер Роберт Паттинсон один из самых высокооплачиваемых актеров мира. Он родился в 1986 году в США. Универсальный актер популярен благодаря персонажу Эдварда Каллина, которого он сыграл в сериале «Сумерки. Сага». Его рост 1,85. Используя золотое сечение красоты Фи, было обнаружено, что структура лица Паттинсона была точной на 92,15%. Это наглядно доказывает, почему Роберт Паттинсон один из самых красивых мужчин в мире. Он не только потрясающий актер, но и участвует в различных благотворительных акциях, таких как Го Кампейн. У него даже есть восковые статуи в музее Мадам Тюссо в Лондоне, а также в Нью-Йорке. Вот так, друзья, что ни говори, со вкусом не поспоришь. Такой выбор всего американского континента. Хочу вам напомнить, что Америка – это часть света, объединяющая два материка – Северную и Южную Америку, а также близлежащие острова, включая Гренландию. Следующий в списке красавцев Америки – это Ритик Рошан. Ритик Рошан – известный индийский актер, который также известен своими выдающимися танцевальными способностями. Он родился в Мумбае, в Индии, в 1974 году. Его рост составляет 1,8. Ритика Рошана также называют греческим богом из-за его мужского тела и красивых карих зеленых глаз. Ведущие журналы и веб-сайты, такие как People, Vogue, Eastern Eyes, L'Amour UK, назвали Ритика самым красивым мужчиной в мире. Ритик Рошан – сын известного болливудского актера Ракеша Рошана, который также, как и сын, занимается благотворительностью. Следующий в этом списке непревзойденных красавцев, кто бы вы думали? Ну, конечно, красавец, футболист Дэвид Бекхэм. Что бы вы ни говорили, но Дэвид Бекхэм – один из лучших футболистов мира. Дэвид Бекхэм родился в 1975 году в Лондоне, в Великобритании. Его рост 1,8. Вы прекрасно знаете его талантливую жену, красавицу, модель, бизнес-вумен, поп-звезду Викторию Бекхэм. У этой знаменитой на весь мир пары четверо детей. Он играл за Манчестер Юнайтед, Милан, Престон Норд Энд, Пари Сен-Жермен, Реал Мадрид и сборные Англии. Журнал Top Peoples отметил его как одного из самых сексуальных мужчин на свете. Бекхэм также внес свой вклад в ряд благотворительных работ. С тех пор, как он играл за Манчестер Юнайтед, он поддерживал Юнисеф. Он также стал послом доброй воли. Четвертый в нашем списке это Идрис Эльба, который родился в 1972 году, как и Дэвид Бекхэм в Лондоне, в Великобритании. Его рост 1,89. Он актер, писатель и продюсер. Плюс ко всему этому он потрясающий певец, рэпер, а также диджей. Идрис Эльба также попал в популярный журнал People's Flexist Men Alive в 2018 году. Даже другие популярные модные журналы включили Идриса Эльба в список самых красивых мужчин в мире из-за его привлекательного лица и притягательной личности. На пятом месте Джастин Пьер Джеймс Трюдо, популярный канадский политик, занимающий 23 место премьер-министра Канады с 2015 года. Джастин Трюдо родился в 1971 году, его рост 1,88. Джастин Трюдо был назван журналом Vogue, одним из самых сексуальных мужчин в 2021 году. 50-летний премьер-министр Канады, самый красивый политик в мире, который может похвастаться привлекательным лицом и привлекательной личностью. Его хвалят также за любовь к человечеству. Следующий в списке самых красивых, по мнению американцев, это Омар Баркан Аль Гала, иракская модель, актер, а также фотограф. Он родился в Багдаде в Ираке в 1989 году. На его странице в инстаграме, поверите, друзья, 1,3 миллиона подписчиков. Омар Баркан Аль Гала самый красивый араб по версии International Press. Женщины Ближнего Востока хвалят его, называя самым красивым мужчиной. Мы пришли незаметно к седьмому месту, и это Том Круз. Ну, конечно же, как же без него? Он известный американский актер и продюсер. Томас Круз Мопоттер IV родился в Сиракузах, штате Нью-Йорк, США в 1962 году. Миссия невыполнима, широко закрыты глаза, несколько хороших людей, грань будущего, «Последний самурай». Вот лишь некоторые из его популярных фильмов. Он трижды был лауреатом премии «Золотой глобус». Кроме того, он был трижды номинирован на премию «Оскар». Он считается одним из самых высокооплачиваемых актеров в мире. Восьмое место за Ким Тэ Хён. Это известный южнокорейский певец, автор песен и актер. Ким Тэ Хён был более известный поэт своим сценическим севдонимом Ви. Является вокалистом популярной южнокорейской мужской группы BTS. Тэ Хён родился в 1995 году в районе Сио, города Тэгу, Южная Корея. У его аккаунта в инстаграме около 7 миллионов подписчиков. Ким Тэ Хён считается самым красивым парнем в Корее. В рейтинге топ-10 мира канала YouTube V был признан самым красивым мужчиной в мире в 2020 году. Кроме того, он включен в наш список самых красивых мужчин в мире в 2021 году благодаря его очаровательному лицу и очаровательной внешности. Следующий это Кристофер Роберт Эванс, широко известный как Крис Эванс. Известный американский актер, который родился в 1981 году в Бостоне в штате Массачусетс в США. Мы увидели одного из самых красивых актеров, играющих роль Капитана Америки в серии фильмов Marvel Cinematic Universe. Он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров в мире благодаря своей выдающейся игре в сериале Marvel. И десятое место занимает Ной Миллс, канадская модель и актер. Он родился в 1983 году в Торонто, в Канаде. Он популярное имя в модной индустрии, участвующая в рекламной компании Dolce Кабана. Ной Миллс выглядит очень привлекательно, благодаря своим карим глазам. Его рост 1,88. В 2014 году Волк Ком назвал его одной из десяти лучших мужских моделей всех времен. Итак, это наш список десяти самых красивых мужчин в мире. Вы убедились, что в этот список попадают отнюдь не только те, кто проживает в США. В этом списке все те, кого люди на огромном американском континенте считают самыми красивыми. Теперь давайте поговорим о Димаше. Сначала давайте вспомним, что говорила его бабушка Мила, когда Димаш был совсем малышом. Мой Димако вырастет красивым, касая сажен в плечах, ростом, что многим придется поднимать головы, нос прямой, красивый, глаза, что солнышку подобны, сияют. Мой Дима-церен смех Sandка Мой Андрей Тима-церен теперь на достаточно малоктуры вReal Luke. Еле она прекрасна, когда такая лет hips спустимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот еще несколько строк из этого произведения Мухтара Ойзова Многие старики толковали о заслугах Зире и Улжан Старая Зире мудрая мать Она отдает народу свои последние годы Всем желает добра, мира, спокойствия Она сама воспитала своего внука С надеждой злеяло его на груди И ее ожидания оправдались С гордостью говорили о ней Не скупились и на похвалу Улжан Мы вспомнили этот значимый, на мой взгляд, эпизод Из романа эпопеи Путь Абая Потому что хотим показать, что внутренняя и внешняя красота Могут говорить о многом Есть люди, у которых внутренний мир очень интересный, богатый Хотя по их мнению, они считают, что их внешность обычная А есть люди, которые все время любуются собой Хотя их внутренний мир оставляет желать лучшего А вот у Димаша все соответствует, дополняя друг друга Как говорил великий русский писатель Антон Павлович Чехов В человеке должно быть все прекрасно И лицо, и одежда, и душа, и мысли Сам Димаш о своей внешности скромно говорит Внешность дана мне богом Димаш каждый раз попадает в международные рейтинги Топ самых красивых людей И его даже называют иконой стиля А на полках магазинов красуются модные журналы с певцом на главной странице И это понятно Рост Димаша 1 метр 91 сантиметр Он худощавый, стройный, с красивой прямой осанкой На сегодняшний день все костюмы Димаша шьются на заказ Специально для него Образ его всегда продуман до мельчайших деталей, стилистами И выглядит Димаш всегда безупречно В одном из комментариев один из наших подписчиков под видео написал Сам Димаш обладает врожденным чувством стиля, как и вокальным даром Дорогие Дерс Самым большим преимуществом Димаша будет то, что он попадет в эту топовую американскую десятку Америка, как мы уже говорили, это огромный континент И он занимает практически одну третью часть земли Американский континент только начинает узнавать Димаша Попадание в эту топовую десятку позволит Димашу набирать обороты популярности в Америке Таким образом, все ближе и ближе приближаться к Грэмми Друзья, давайте будем узнавать об этом рейтинге Какие пути голосования позволят Димашу попасть в этот американский рейтинг Тем более, что у него есть звание уже самого красивого мужчины в Азии И еще, друзья, хотелось бы отдельно отметить, как совершенствует свой английский Димаш Нам, Дирс, не нужно отставать от своего кумира Вот послушайте, что сейчас скажет Димаш, а потом то, что я вам предложу Привет, дирс! Я решила снимать этот видео, потому что, я уверен, что это интересное Поэтому, сейчас мы приехали в Усси-классе И я уже приехал в Усси-классе И я еще не знаю, что это было И это было, наверное, 2 лет назад И после того, как я провелся в Усси-классе И после того, как мы начали в Усси-классе И потом, как мы начали в Усси-классе И еще раз, что это было Но это все, знаете Я не могу, сейчас, не дать вам больше информации Но это реально, интересно Это очень интересный программ, с большими чинской старыми и большими чинскими одолями. Мы должны делать какие-то бойцы банды. Это не только для соревнований, это только для соревнований, но для соревнований. Я надеюсь, что вы любите. И сейчас мы на дороге. Мы сейчас идем в отеле с моим менеджером. Моя команда может приехать на сегодняшний день. Пока-пока! Привет, ребята! Как вы? Одну минуту мы увидели, как он говорит английский Димаш. И я хочу представить себя. Потому что я хочу объяснить, кто я и я. И у меня есть какие-то предложения для вас. Я живу в Америке, в Сан-Франциско, почти три года. У меня есть старые годы, как Светлана Айдбаева. И у меня есть старые годы, как Димаш. Когда я работала в университете, я очень любила свою работу. Но сейчас я работаю на YouTube. И у меня есть свой бизнес. Я очень рада, чтобы начать новую карьеру и изучать английский в Америке. Потому что я могу быть с моими детей. И стараюсь, чтобы достигнуть моим потенциалом. Я беру мою роль как мать очень серьезно. Потому что я являюсь примером для моих детей. Чтобы показать им, что трудное работа может дать вам успех и счастье в Америке. Я рекомендую вас, чтобы научить английский. Потому что вы улучшите качество вашей жизни. Потому что английский – это интернациональный язык. И это может помогать открыть больше возможностей для вас в жизни. Подписывайтесь на меня, если вы интересны в приехать в Америку. И улучшите свою жизнь. И становитесь успешными для вас и для вашей семьи. Особенно для ваших детей. Если вы интересны, чтобы научить английский в Америке, в Америке. В Америке. Просто используйте свои документы к мне. Я официальный аджент многих английских школах в Калифорнии. И я хочу помогать вам достигнуть свой потенциал в вашей жизни. Чтобы быть лучшим, которым вы сможете становиться для себя и для вашей семьи. Друзья, две минуты тому назад мы видели, как говорит на английском Димаш. Но просто большая разница. Он очень сильно поднялся в английском языке. Я хочу немного представиться. Потому что у меня есть некоторые предложения для вас. Друзья, я живу в Америке, в Сан-Франциско уже 3 года. Нужно сказать, что у нас со Светланой Эдбаевой есть некая связь. Мы с ней ровесницы. И наши дети, наши сыновья тоже ровесники. Раньше я работала в университете. И реально мне очень нравилась моя работа. Но сейчас я живу в Америке. И я работаю на YouTube-канал. И я открыла свой собственный бизнес. Сейчас я изучаю английский. Я хожу в колледж для изучения, для своего развития английского языка. Я очень серьезно отношусь к роли матери. Потому что я думаю, что я являюсь примером для своих детей. Я изучаю английский язык для того, чтобы развить, улучшить свой потенциал. А также помочь детям здесь, в Америке. Английский язык является международным языком. И именно английский язык поможет вам больше открыть возможности в вашей жизни. Свяжитесь, пожалуйста, со мной, если вы хотите изучать английский язык в Америке. Просто подавайте ваши документы мне, и я буду помогать вам. Потому что я являюсь официальным агентом нескольких школ в Калифорнии, в Bay Area. Я хочу помочь вам раскрыть ваш жизненный потенциал и помочь вам стать лучше для вас и для вашей семьи. Дорогие друзья, хотелось бы поблагодарить вас за просмотр нашего видео. Спасибо, что до конца всегда остаетесь с нами. Напишите в ваши комментарии, как вы думаете, участие в таких мировых рейтингах, как самый красивый в мире, самый красивый мужчина в Азии, MTV USA, дает возможность больше популяризации Димаша. Как написала в комментариях под одним из наших видео уважаемый подписчик нашего канала Елена Айт Кужина, Димаш – это не просто певец, это феномен 21 века с божественным голосом, покоривший миллиарды. Возможно, вы считаете, что подобные рейтинги не имеют никакого значения для Димаша. Ведь и без этого популярность Димаша во всем мире растет в геометрической прогрессии. Прошу вас, подписывайтесь на наш канал и ставьте свои замечательные лайки. Они поднимают наше настроение и вдохновляют нас на дальнейшую творческую работу. Всех вас крепко обнимаю и желаю вам всего самого наилучшего. Оставайтесь с нами, будьте с нами и радуйтесь вместе с нами каждому новому видео о нашем любимом кумире Димаше Кудайбергене. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok